Ну что, война продолжается, господа. Будем воевать дальше, никакого перемирия нет. Нас как атаковали, так и атакуют. Ребята не тишина, чундаши не раздолбали, слава богу, все обошлось. Лжеукраинская правительство в очередной раз показала свое истинное лицо по отношению к тем договорам, которые они подписывают. Хотя не могу понять одну вещь, как их может подписать человек, который сейчас не находится во власти. Я имею в виду для него всякую чму. Он бывший президент Украины и на каком основании, кто его поставил, подписывает такие договора между ДНР и Хохлядией. Но это же их личное дело. Что я хочу сказать в кавычках украинцам. Среди вас есть тоже нормальные люди, среди вас есть адекватные, среди вас есть настоящие мужчины. Я не буду лгать. Но, если среди вас такие действительно есть, я прошу и обращаюсь к вам. Остановите то, что вы делаете. То, что делает украинское правительство. Вы умираете. Умираете. Уже ваше количество перерастает больше тысячи. Уже количество идет не по десяткам, а по сотням. Неужели вы ничего не видите, что происходит? Почему вы такие тупые и слепые? Неужели вы не понимаете, что вас типа тупо кидают на бойню, типа вы защищаете какую-то страну? Вашей страны даны давно уже нет. От вас осталась только история и одно название. Так что, если вы не видите, ничего не понимаете, приедете к Ларусдомбассу и увидите, что здесь происходит на самом деле. Люди после каждой отбиты города, которую мы освобождаем, начинают заново восстанавливать. Все заново начинать. Люди сидят без света, без газа, без воды. Как ваши сыновья, ваши мужья, ваши отцы находятся у нас в плену и какое отношение к ним. В отличие от украинской армии, мы держим и выполняем приказы нашего министра и главнокомандующего. Отношение к военнопленным должно быть на уровне. Мы никого не ломаем, никого не убиваем, никого не делаем инвалидами. Они находятся в нормальных условиях. Питание, сигареты, вода и все остальное у них есть. Но, как относится к нашим военнопленным, которые находятся у них, это просто ужас. Я хочу обратиться к украинским материалам. Вы же адекватные люди, куда ваши мозги вседелись. Неужели вам несчастные 2000 гривен спасут вам жизнь, которую вам обещает украинская власть? Я бы хотел поговорить в лицо той матери, которая хоть одной выплатили деньги за убитого ее сына. Потому что те люди, которые погибают, они или тупо становятся резко дезертирами, или просто исчезают. И все кричат, что они у нас в плену. И чтобы мы их убили, это ложь. Я не военнопленный, я был убитый. Не ведите на лжи и обещания своих глав государств и всем остальным. Никто вам не поможет. И кто вам будет помогать, те будут тоже уничтожены. И хочу обратиться не только к украинским властям, но и к польским. Хватит поставлять сюда оружие и танки. Все это будет уничтожено. И мы придем к вам. Обязательно придем. Все, кто придут на нашу землю, они все могут. Все да иди нам. И мы пойдем дальше. Мы уже не остановимся на границе ДНР. Мы пойдем и в Харьковскую, и в Неопетровскую, и в Запорожскую, и дальше, и дальше, и дальше. И кто знает, как там дальше Польша себя поведет. Я бы хотел устроить прелести, такие, как устроили они нашим землякам в ДНР. Разбитые города, минометные обстрелы, арт-обстрелы из тяжелой артиллерии, танковые обстрелы и все остальное. Я вчера видел фото на шарке комсомольца. Я был просто в ужасе. Беременные женщины, люди без голов, просто присыпанные углем. И как же это называется? Освободители? Что же вас освобождать от кого? Никто такого даже не вытворил. Вы знаете, я всегда вспоминаю слова одного великого человека. Это Сталина. Все для победы, все для страны. Таким девизом придерживаюсь и я. Я буду идти до конца, пока я не вижу, что действительно мы все сделали. Но пока я вижу, что мы сделали все на 10%. У нас впереди много работы. И мы всех выбьем с нашей земли. Всех этих трудно сейчас ластику. Нацистов, Матальон Донбасс, Управы Секта, Днепро, Азов, Айдар Недобитый. Все они умрут. До единой. Я прошу, хотя бы вот этих собляков молодледних, которые сейчас воюют за Украинсками, одумайтесь, что вы делаете. Национальная гвардия. Неужели вы думаете, что вам много заплатят? Могу вас разочаровать. Люди, которые воюют, оказались у меня в плену. Им за два месяца дали тысячу рублей. Деды, вы покорите семью. Вместо того, чтобы работать, вы воюете с нами. С кем? К тем, кто вас столько лет кормил, обувал, одевал. Теперь вы воюете с нами. Так или нет? Попытайтесь. Вы все равно все умруете. Кто придет к нам с оружием, тот от него и умрет. На этом все. Я Smart. Сколько лет кормил ширпс, Есть. Сめてămみ. Продолжение следует...